Новые квартиры, улучшенные планировки в доме у Черного моря. Сегодня в Сочи ключи получили почти полторы сотни семей сотрудников Росгвардии. К переезду все готово. Построено не только жилье, но и школа с детским садом, а также спортивные площадки. Квартира в Сочи – мечта миллионов, но не отдыха ради. По службе многодетная семья подполковника Росгвардии Романа Пилюхно изучила страну вдоль и поперек. За время службы пришлось переезжать семь раз. Желание стать офицером еще было с юности. По распределению попал в Уральский округ внутренних войск. Проходил там должности от командира зоу до командира батальона. Три года отслужил в Сочи и вот снова на чемоданах. Но на этот раз город менять не придется. Переезжают в долгожданное собственное жилье. Не верится еще пока, что это будет наша площадь собственная. Больше двух лет мы нигде не задерживались. Ох, это самый долгий у нас такой гнездование. И вот так вот заканчивается. Или наоборот все только начинается. Десятиэтажный многоквартирный дом построен в Олимпийской столице для сотрудников Росгвардии. Жилье сегодня получают 143 семьи. С новосельем приехал поздравить директор Федеральной службы войск Национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов. Он отметил, что жилищная проблема для сотрудников все еще актуальна, но ведомство предпринимает максимум усилий, чтобы изменить ситуацию. В прошлом году в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней за счет собственного и долевого строительства, а также в рамках накопительной потечной системы удалось получить свыше 10 тысяч квартир. В текущем году уже сдано в эксплуатацию бойли полутора тысяч жилых помещений в Москве, Подмосковье, Пятигорске. После торжественных речей осмотр новых квартир. Они, кстати, с улучшенной планировкой и высокими потолками. А для большой семьи росгвардейца Романа Пилюхно места теперь точно хватит всем. И гостей есть где принимать. Из двухкомнатной служебной в четырехкомнатную свою. Детские площадки есть, спортивные городки. Тихий район, зелень везде кругом. Ну и сам факт – это Сочи. Мечта. Мы счастливы. А кто-то уже успел обжиться в новеньких квартирах, как семья Майоровых. Ремонт не нужен. Только вноси да расставляй мебель. Начали с детской. Светлая, конечно. Все сделано в таких светлых тонах, что очень нам понравилось. Поэтому мы решили не захламлять, не заставлять ее, чтобы больше места было. Инфраструктура, детские сады и школа рядом. На территории детвора уже осваивают спортивные площадки и зоны отдыха. До конца года еще две тысячи квартир пополнят жилой фонд Росгвардейцев в Московской, Ростовской, Тюменской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Алена Евтикова, Валерий Ребжанов, Татьяна Ревенкова и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.